Это проект Радио Свобода Донбасс Реали в студии Алексея Мацука. Приветствую вас. В сегодняшнюю программу мы посвятим проблемам малого и среднего бизнеса, с которыми сталкиваются предприниматели в Донецкой области после начала вооруженного конфликта. По словам самих предпринимателей, они вынуждены закрывать свои магазины, аптеки, автосалоны, потому что к ним приходят неизвестные вооруженные люди и требуют денег либо товаров. Более подробно ситуацию изучала наша журналистка. Жизнь в Донецке постепенно замирает. Парки и улицы немноголюдны. Увидеть дончан в центре города можно только в то время, когда они спешат на работу. Многие магазины и аптеки сокрыты. У тех предприятий, крупных торговых центров и супермаркетов, которые продолжают работать, свой график. Хотя, если сказать точнее, никакого графика. Каждый день время работы меняется в зависимости от ситуации. А ситуация продолжает стремительно ухудшаться. В Донецке орудуют вооруженные формирования, которые похищают людей и грабят автосалоны. Все это не может не влиять на экономическую ситуацию. Малый и средний бизнес становится невозможен в Донбассе. Об этом заявляют сами предприниматели. Два года был магазин у меня. Конечно, в Донецке там очень тяжело. Яна Логинова несколько лет назад открыла свой небольшой магазин с украшениями и предметами декора. Но нынешняя политическая ситуация заставила ее закрыть магазин и осуществлять продажи через веб-сайт. Люди покупают меньше, заказывают меньше. Кроме того, что я делаю и продаю через интернет, я еще организовываю иногда ярмарки. Ярмарки сейчас организовывать просто бесполезно, потому что покупать никто не будет ничего. И сейчас не знаю, где начнут стрелять. То есть это небезопасно. То есть этот вид деятельности уже на ближайшее время полностью отпадает. Продажи вещей каких-то тоже очень-очень слабо. Люди боятся. Данченко не надеется на скорое решение конфликта и предпочитает продолжить свою деятельность в более безопасном городе. Я Донецк люблю жить в этом городе, наверное, уже перехотелось. Хочется уехать куда-то подальше. Хотя здесь, конечно, свои проблемы, но хочется уехать. По словам городского главы Александра Лукьянченко, предприниматели боятся вести бизнес из-за вооруженных людей, которые им угрожают. И хотя на первый взгляд в городе немногое изменилось, работает общественный транспорт, больницы, обстановка с продовольственным обеспечением стабильна, дончанам все чаще приходится сталкиваться с закрытыми дверями. Из Донбасса уходит малый и средний бизнес. И, как говорят эксперты, в ближайшее время регион может погрузиться в финансовый и экономический кризис. Предприниматели уезжают из Донецкой области, потому что не видят возможности вести дальше свою деятельность там. Один из таких предпринимателей Владимир Веселкин. Он работал в городе Горловка. И сейчас он в нашей студии. Добрый день, Владимир. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время сегодня для нас. Владимир был вынужден уехать из Горловки, потому что сейчас нет возможности вести какую-либо предпринимательскую активность там. И, кроме того, он избран председателем поселкового совета, Зайцевского поселкового совета в Донецкой области. Скажите, люди, которые приходят на предприятия в офисы, которые представляются Донецкой Народной Республикой, это действительно убежденные сторонники ДНР? Или кто-то таким образом пытается прикрываться флагом ДНР, чтобы вымогать от предпринимателей деньги? Мое личное мнение, что люди, которые постучались на предприятия к моей супруге, когда я стал год назад поселковым головой, я передал все дела супруги. И постучались, скажем так, в калитку, назовем ее так. Люди вооруженные сказали, что теперь мы должны платить им за крышу в связи с тем, что у меня, как у собственника или бывшего собственника, проукраинская позиция. Все это знают. И теперь мы должны платить за то, чтобы иметь право здесь работать. Это было первое. Ласточки. Это еще до захвата сторонниками ДНР здания УВД в городе Горловка. Это был первый позыв, после чего мы начали с семьей, с друзьями по ночам сторожить здание с улицы, чтобы его там не забросали коктейлями Молотова или что-то там еще не сделали. Мы выставили во дворе емкости с водой, с песком. То есть запаслись в большем объеме, чем это требуется по пожарным нормам на такой случай. Но это были такие первые предпосылки. После захвата здания УВД я уже вывез семью. Сам еще оставался, работая в поселковом совете. После того, как провели референдум, я сказал супруге, что надо вывозить имущество. Однозначно, пока есть возможность. Почему-то я так спрогнозировал по-своему, что это надолго, что ситуация будет только ухудшаться. И мы демонтировали часть оборудования и вывезли его в город Киев. Часть оборудования я смог... Часть оборудования вашей пекарни? Да, совершенно верно. Мы занимаемся производством хлеба. Часть оборудования я успел продать со зданиями. И оно сейчас занимаются другие люди. Ввиду того, что это бизнес, он сам по себе... Продукты, скажем, они постребованы всегда. Но он еще работает. Но часть людей, которые работали у меня, мне пришлось их рассчитать. То есть у супруги пришлось рассчитать, потому что работать уже негде было. А что требуют представители ДНР? Какое их основное требование к предпринимателям? Ну, данный человек, который приходил, скажем так, был старше в группе, которые приехали, они требовали банально деньги. Просто деньги и все. Мы разговаривали с одним из представителей ДНР, и он сказал, что да, действительно, ситуация в экономике ухудшается, и все хуже и хуже обстоят дела с малым и средним бизнесом в регионе. Однако он обвиняет в этом Евромайдан. Я знаю, что вы активный участник Евромайдана. И в ДНР считают, что с начала Евромайдана и начался экономический кризис. Вы согласны с этим утверждением? Если разговаривать вообще о экономике с лидерами ДНР, которые, активистами ДНР, которые приходили ко мне в посылковый совет, которые приходили к супруге на работу, с которым я встречался на улице, то, знаете, их экономика, я с уверенностью могу сказать, она оканчивается далеко не на школьной программе математики. Она намного меньше, на самом деле. Это люди, которые экономику подразумевают только в виде наличных денег и что-то купить себе о каких-то микро-макро показателях. Они даже не понимают таких вещей, и для них это что-то такое неземное. Одно из предложений, как выйти из сложной ситуации, в которой оказался малый и средний бизнес, сделал известный адвокат господин Головань. Есть его прямая речь. Субтитры предоставлены, что это территория, где действуют обставины непореборной силы, как это предоставлено в податке в Кодексе Украины, 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 где действуют обставины непореборной силы, что свою очередь, на нашу думку, дать представить субтитры предоставления, начать работу с податковыми органами, на предмет, отсрочение и списание податковых заболеваний. Владимир, как Вы считаете, какой выход из сложившейся ситуации может быть наиболее эффективным? Сказал мне один предприниматель, который еще находится в Горловке, что экономика и вообще предпринимательство в Горловке вообще можно уже не сопоставлять. Это вообще уже было прошлое. Поэтому для того, чтобы была экономика, развивалась какая-то предпринимательская деятельность, необходимо для начала восстановить порядок и законную власть. Не важно, пусть это даже будет власть так называемой Новороссии или ДНР, не важно. Но нужна законная власть, где люди, предприниматели будут знать, что они защищены какими-то законами, они защищены какими-то гарантиями дает милиция, охраняет их безопасность, бизнес. На данный момент этого не то, что нет, а об этом и речи нет. И поэтому нет никакого развития без того, что человек будет чувствовать себя в безопасности, ну тот предприниматель, в безопасности свой бизнес держать, никто не будет там, все будут уезжать. А как вы будете дальше выполнять функции поселкового головы и возвращаться вообще в Донецкую область? Ну на данный момент я отказался от получения заработной платы, написал заявление с просьбой не начислять мне заработную плату, ну не начисляю зарплату, потому что я не могу выполнять стопроцентно свои функции в связи с ситуацией с угрозой жизни, меня объявили в розыск, объявили предателем Родины, почему-то человека, который любит Украину намного больше, чем многие ДНРовцы, объявили предателем Родины. И как бы на данный момент без законной власти я возвращаться сюда не собираюсь. Спасибо, Владимир, за сегодняшнее участие в нашей программе. Александр Лукьянченко, городской голова Донецка, также констатирует негативные тенденции в экономике региона и города Донецка. В связи с нестабильной политической ситуацией, многие предприятия, особенно малого бизнеса и среднего бизнеса, закрывают свои предприятия отдельные или сокращают работающих. С начала года наблюдается сокращение иностранных инвестиций на предприятиях всех видов экономической деятельности. Ситуация в промышленном комплексе города привела к снижению налога с доходов физических лиц. Мы практически за пять месяцев имеем снижение объема поступления во все уровни бюджета, я имею в виду городской и районные бюджеты, на 7,3 миллионов. Анализ итогов промышленной работы промышленного комплекса в текущем году свидетельствует о том, что положение промышленности города остается крайне сложным. Негативные тенденции в его развитии продолжают проявляться. Донецкая благосфера активно реагирует на происходящее в экономике Донецкой области. Так известный экономист Борис Дудко написал прощальное письмо для Донбасса. Он объяснил причины, по которым покидает Донецкую область с точки зрения в том числе экономического взгляда. Дудко пишет, дорогой Донбасс, прощай, я не вернусь, и только иногда буду приезжать в гости, и теперь выбор прост. Воевать с АКМ или созидать, а заодно воевать мозгами. Создавать среду на серой территории или создавать в подходящих благоприятных условиях. Я свой выбор сделал. Извини, Донбасс, свое сердце я тебе не оставлю. Люблю уезжать налегке, ничего не оставляя разбитым. Лучше возьму тебя с собой в укромный уголок сердца навсегда. Так написал Борис Дудко в своем блоге в Фейсбуке. И уже месяц, как уехал в город Львов. Журналисты решили изучить, что думают на рынках и в супермаркетах продавцы о ситуации, в которой оказались в Донецкой области. Не очень хорошо, потому что люди надо покупать питание, особенно продуктовые отделы. То есть, как бы, вещи, честно, не интересуют, но продукты питания по-любому надо, чтобы люди могли покупать. Сейчас закрыли крупные торговые сети, подзакрывали визиты, объявления, что они работают. А вы ощутили приток покупателей из-за этого? Абсолютно не очень, наоборот. Стало еще меньше. Их и так было немного, а теперь вообще никого. Никого. Ни продавцов, ни покупателей. А по обстановке вообще как-то на работу? Здесь спокойно работают. Рынок работает. Бизнес – движущая сила любой экономики. И это понимают как местные власти, так и сепаратисты. Однако одного понимания недостаточно. Нужно еще, чтобы вооруженные люди не приходили на предприятия к малому бизнесу и на крупные заводы, не требовали выкуп либо взятки. Ваши новости, фото и видео присылайте с тегом «Донбасс Реал». Также заходите на сайт radiosvoboda.org, где обновляются новости 24 часа в сутки. Это был выпуск программы «Донбасс Реалии». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова